Добрый день, коллеги! Я, кстати, с некоторыми коллегами после нашей первой встречи уже вышел в личное общение. Спасибо большое. Андрей, тебе спасибо. И, конечно, обязательно все, что слышу, и, к сожалению, не успел на начало, но даже вот то, что увидел у коллеги, Марина, у вас это очень круто. Я в том плане… Андрей сказал, можно мы к вам вернемся? Я говорю, слушайте, а можно к вам приедем? Потому что, ну, нет, вы знаете, как раз вот та история, о которой, наверное, я сейчас расскажу. И у меня же получается сейчас второе мероприятие, о котором хотелось бы поговорить более практичные вещи. Кстати, я тоже их дофиксировал. Почему? Потому что, ну, те самые вопросы, да, когда мы знаем, что у нас что-то есть, и, в принципе, чтобы можно было показать потенциальному туристу, либо сделать ту историю, которая создаст поток потенциально устойчивых, да? Вот слово сегодня прозвучало, чтобы была история модели. Мне бы хотелось бы сегодня немного, как раз, коллеги, знаете, поговорить о том, ну, в живом, наверное, формате диалоге. Я сейчас открою, конечно, репрезентацию, но у меня также открыта часть ссылок, о которых, в принципе, я и в прошлый раз говорил. Да, я, кстати, сейчас все тоже сброшу. Вот, некоторые из них. Это как раз та самая, наверное, тема, о которой со многим территориям, у меня не знаю, когда разговор, говорили вот в следующем. Ну, отсутствие ресурсов определенных, именно, да, с точки зрения продвижения, потому что есть всегда что показать. И то, что сегодня было сказано, и в прошлый раз было сказано, это то, что как правильно людей мотивировать, да? Ну, и вот, Марин, абсолютно, мне кажется, правильно шли, да, когда в первую очередь увлекли местные жители со своими же, да, жителями, со своими же местными коллегами, чтобы они вот так говорить стали потихонечку, да, выходить на эту историю, не боясь. Мы, кстати, так и планировали в 2019 году, когда мы выходили на территорию, я тут буду говорить следующим образом, я вообще, в принципе, не из туристов, да, и это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, потому что пришлось очень сильно погружаться. И когда мы увидели те, ну, с одной стороны, проблемы в первую очередь людей, да, то есть мы говорим о людях, то один из наших моментов, мотивирующих, которым мы сегодня развиваем, это мы сразу взяли сапог, конечно, на семью, да, потому что для нас семья и название нашего фонда, я как НКО тоже выступал, да, в тот период. Сейчас скажу, почему я перешел немножко снова обратно в бизнес. Фонд так и называется, фонд Мираж Наследия, то есть, ну, в первую очередь, за формирование развития семейного сохранения, да, наследия и территориального наследия в том числе. Да, коллеги, я в прошлый раз тоже уже помните, говорил о том, что та история, о которой мы в первую очередь начинали, да, то есть, она как раз была связана все-таки с некоторым, в первую очередь, с форматом того, что работать начали с администрацией, естественно, да, принимать стали вот эту картинку сверху, увидели, что проблема ключевая, естественно, это доход, это все самые формы. Кстати, у нас раз сегодня тема посвящена принимательству, да, и темы не связаны как раз с представлением оценного бизнеса или дела, да, как я это называю обычно. Я как раз и скажу, что изначальная задача-то и была, да, то, что мы много лет работали вот в этом сегменте, прийти на территорию и развить эту систему, да, предпринимательству, то есть, повлечь людей в, собственно, заработок, да, который, в общем-то, они могли бы для себя использовать. И честно скажу, я, ну, честно скажу, что у меня в тот момент были немножко другие представления о том, каким образом запускать это дело. То есть, так как, ну, мы были, может быть, в хорошем смысле или в плохом испорченном такой классической истории, да, то есть, классического бизнеса, я эту историю на территориях представлял сначала немножко по-другому, но когда мы начали уже понимать, что то, что все-таки есть проблема с позицией какой, я скажу, да, то, что понятно, уезжают люди, да, то, что понятно, территории сокращаются, да, то, что эта история, как я уже все раз отмечу, она для меня гораздо более шире, да, чем просто развитый туризм или предпринимательство, да, а хочется в некоторых местах трансформировать территорию, мы же все болеем за что, да, чтобы наши деревни-селы жили, да, чтобы люди там жили качественно, ну, и понятно, что то, что и молодец, конечно, уезжает, и кто уехал, где себя в тренили, чтобы они эту историю для себя могли как-то по-новому трансформировать. Не было никакого еще локдауна, не было никакого вируса, не было, в принципе, разворота в сторону туризма сельского, да, как сегодня сейчас, но был очень простой формат, и еще раз отмечу, что в нашем случае этот формат предполагался следующий, что, в принципе, для того, чтобы получить возможность, ну, одна из тех, что получить возможность обеспечить собственную, да, себя и свою семью дополнительным доходом, или просто доходом, ну, в большей степени это дополнительный доход, да, естественно, надо было формировать альтернативные занятости. На сельских территориях, вот, это привычно, понятно, что изначально всегда формат такой, да, что тем более в деревнях это ферма, это, естественно, с этим связано. И когда мы стали смотреть и понимать, а почему вы нам, в общем-то, не рассматривали те же самые даже фермы, как источник, да, или работу на сельских территориях, коллеги, смотрите, я и тогда говорил, и сейчас говорю, есть уже определенные ресурсы, на которых мы изначально стали делать ставки. И вот здесь я сегодня тоже часть упишу того, что если даже есть услуга, продукт, или, в принципе, мы говорим о том, что показывать у нас особо нечего, то еще раз отметим, что у нас есть, что показать, и надо здесь просто использовать тот самый мировой опыт, да, вот, я вам скинул как раз тоже ссылки, и в прошлый раз я частично о них говорил, сегодня я по этим ссылкам хожу, и вы тоже можете пойти. Если вы увидите здесь то, что показывают сельских территорий люди, или что люди в целом показывают, то вы прекрасно увидите и убедитесь, что, в общем-то, все это показывает, может, любой человек, любая семья. И, как вы видите здесь, в общем-то, да, это что? Это демонстрация того, что делает либо семья, либо человек, ну, в данном случае специально попробуйте люди со всего мира, да, то есть вы, по сути, показываете то, что делаете каждый день, ну, я обращаюсь непосредственно к жителям, будем говорить тогда, как я всегда обращаюсь к жителям, проживающим в семье, вы можете передать эту информацию, то есть мастер-класс, приготовление еще чего-то, да, это все абсолютно очень хорошо сегодня, в общем-то, шло по миру, но только люди раньше смотрели на вот этот мастер-класс по фотографиям, и потом просто приезжали, приезжали. И вот знаете, еще есть такая история, которая, например, может сегодня гораздо быстрее зачастуються, на мой взгляд, да, с точки зрения того же туризма и территории, как людей можно в эту историю вовлекать, может быть, меньше даже каким-то способом, это то, что все-таки пандемия запустила форму онлайна, и вы, в общем-то, можете даже, ну, не боясь определенных моментов, да, здесь подключаться вот в онлайн-режим. А вот чтобы эта история хорошо пошла, и чтобы эту историю как раз можно было грамотно вывести, мы как раз в форму семейную, да, и начали развивать, что это, в принципе, должен быть семейным бизнесом или своим делом, где помогают, естественно, да, в первую очередь родителям, да, показать вот эти мастер-классы, либо их дети, даже если, в принципе, они уехали. Вот, и в этом ключе у нас как раз и после того, когда мы поняли, что не все семьи, к сожалению, возможно, ну, смогут, в общем-то, самостоятельно это сделать, мы вышли еще с такой темой, о которой я тоже сегодня буду говорить, и вот мы как раз с коллегами общаемся, именно к вузам. И в плане того, что надо сделать, чтобы на территории, сама территория развивалась как туризм, надо подключить определенный ресурс. Один из самых основных ресурсов, который я тоже покажу, да, который сегодня я, коллеги, предполагаю, значит, и предлагаю вам использовать, то есть это международный проект Энартус, да, который как раз что делает? Он подключает студентов из вуза к жителям территорий, которые помогают, в общем-то, этот навык получить, но при этом студенты тоже в том числе вовлекаются в какую-то предпринимательскую деятельность. То есть вот здесь я специально привел несколько примеров с этого сайта, да, вот смотрите, здесь просто жители, ну, специально на Яндексе перевод есть, да, то есть жители жили, проблемы были, естественно, то, что мало было дохода, и подключившись в команду студентов просто взяла и помогла им вывести, ну, в целую деревню, да, вот как раз те самые платформы. И, естественно, запустила с ними определенные работы. После чего, ну, видите, да, тут всегда есть факты. Был запущен один семейный бизнес, было создано 30 рабочих мест, и доходы, соответственно, увеличились до такого-то оборота. Вот в этом ключе я бы очень, наверное, всем и индивидуально будем говорить, как и главам администрации, да, и в целом просто инициативным жителям, обратить внимание сразу, а какой из вузов нам здесь в этом ключе был бы интересен. Потому что это вузу интересно, это интересно студентам, они, еще раз говорю, прокачивают себя, помогая вам. И с этим проектом они выходят на чемпионат. Для них это очень важно, потому что мировой чемпионат, где все команды участвуют, это происходит очень помпезно, да, то есть, ну, не буду здесь видеоролик допускать, можете посмотреть по ссылке. Вот эта история, она тоже легла в основу того, что у нас, как вы понимаете, когда мы начали работать на территории, к сожалению, оказалось мало ресурсов. И наша ключевая, наверное, задача, да, вот то, что мы здесь описали, в первую очередь, это организовать, естественно, взаимодействие с сельскими жителями, понятно, здесь государством и с туристами, и сформировать публикацию, да, именно информирование о, собственно, том, что уже имеется. Вот, смотрите, я еще раз говорю, мы не волшебники, только учимся, да, по сравнению с теми коллегами, которые эту историю запускают. Просто мы сегодня вернулись вновь в эту историю, и сейчас у нас очень активно идет подготовка к пилоту, да, к продолжению этой работы, которую мы начали делать, именно вместе с мужем. Почему? Потому что, ну, невозможно делать эту работу в одиночку, и спасибо Андрею, да, за отклик, и спасибо Ленише, Рябоне и всем остальным коллегам, которые, в общем-то, в этом плане поддержку оказывали. Но в целом, естественно, жителям надо на месте, конечно, только-только что-то показав, да, дальше они вот самостоятельно эту историю запустят, да, потому что вы, если увидите, что вот здесь тоже изображено, это, в общем-то, то, что снято самими жителями, да, это, что сделано самими жителями. Вот эта проблема, когда их подтолкнуть нужно, и, в принципе, да, когда помочь, и сделать это гораздо меньшими усилиями, мы в некотором смысле как раз пытаемся решить через технологии, потому что вот, ну, в этом плане мы много лет работали в бизнесе, в технологиях, и, опять же, отметим, если мы говорим про самые первые, о чем я говорил, это тот же самый вот Airbnb, да, который, в общем-то, на мой взгляд, использоваться должен первоначально, потому что какая бы ни была бы у вас инфраструктура, какой бы вы не сделали замечательный продукт, и каким бы вы туристом бы, да, сегодня там внутренним или еще кем-то не занимались, все равно нужно заниматься своим продвижением, да, будем так говорить. Для того, чтобы не изобретать велосипед, надо просто разместиться там, где, в общем-то, турист там приходит и сам ищет вас, надо просто быть здесь. И если вы посмотрите на некоторые вещи, которые даже связаны, возможно, не с инфраструктурой, то вот я вам просто покажу, да, опять же, конечно, здесь зависит немножко история, связанная с интернетом технологическим, но представьте себе, да, что человек просто полтора часа показывает свою собственную терму, да, в онлайне и рассказывает об этом, и берет за это там 1200 рублей человек. А тут еще есть хороший формат, о котором мы тоже неоднократно упоминаем, коллеги, мы так как работаем с бизнесом, большая аудитория корпоратов, да, бизнес, они сегодня ориентируются немного как раз вот в своем, так сказать, развитии работы с персоналом на социальный блок, корпоративный социальный блок, устойчивого развития. Вот для них важно, да, просто приехать на территорию, провести мероприятие, возможно, с деловым, да, форматиком, для себя определенный какой-то мастер-класс, может быть, не только со своей командой, но и с местными жителями, и потом погрузиться в этот дух. Вот видите, в принципе, все уже до нас придумано, вам главное сейчас просто показать. Если вы считаете, что этого может быть недостаточно для РНГ, или это сложно, да, как мы вот тоже начинали делать, а есть такая проблема, мы, конечно, сделали такой первый шаг, это вот как раз мы сделали свой собственный проект, да, назвали его «Своё дело население», и, соответственно, вот в этом формате мы помогаем, ну, некие такие первичные шаги сделать. То есть она, эта платформа, выглядит по-другому, да, выглядит она немножко вот так, да, то есть если на нее заходить, видна общая карта России, и, соответственно, человек, когда он выбирает, там, туризм, впечатление, разносолый, он вот сюда заходит и смотрит. Мы специально этот продукт сделали для того, чтобы, ну, как бы, людей научить, да, не бояться и вовлечь, потому что все равно эта информация отсюда дальше перейдет на другие платформы. Вот, поэтому, так как мы сегодня говорим о предпринимательстве, да, опять же, об опыте и примерах того, куда мы дальше двигаемся, то есть вот в первую очередь надо усилить себя, еще раз отметить, да, и людей, я лично предполагаю, еще раз говорю, вот эту историю с Инактусом очень серьезно развивать. Знаете почему? Потому что у Инактуса сегодня, кстати, было об этом тоже сказано и, ну, упомянуто, да, пусть это не покажется, может быть, слишком так вычурно, но цели устойчивого развития, да, то есть развитие экологии, да, развитие местных сообществ, развитие, не развитие, вернее, поддержка женщин, да, там, снижение уровня деятельности, вот те самые основные задачи, которые называются, да, вот целью устойчивого развития, они вот в этом как раз комплексе очень активно используются. То есть ты когда подаешь проект, ты должен говорить, каким образом команда, да, помогла местным жителям на территории решить их экологические, экономические и социальные проблемы. То есть вас, ну, по сути говоря, вам просто нужно, чтобы команда с вами начала эту работу. И дальше эта работа, кстати, года в год, чем больше, чем дальше будет у этой команды, тем она выгоднее вузу и выгоднее, ну, для вуза своя, да, так называемая «Есть польза», выгоднее тем, что они подходят к победе. Вот команда, например, из Турции, она пять лет работала с проектом, ну, последним, да, я бы так сказал, и в этом плане она как раз победителем прошлого года стала, они там помогали коллегам из одного там поселения сделать, ну, самостоятельный проект тоже вокруг там озера. Ну, то есть вы получаете фактически те самые недостающие компетенции и возможности. Поэтому вот моя, как всегда, рекомендация, да, как можно больше делать в Турции. Дальше я просто буду какие-то вещи показывать коллеге, да, у меня не все, может быть, откроется, но мы хоть, мы сегодня, как я читаю, просто говорим уже немножко такие детали, о которых, в общем-то, можно, и нужно сразу, мне кажется, понимать. Опять же, история связана с технологиями. Ну, я сам деменитарий, кстати, да, просто технологию пытаемся использовать как, опять же, инструмент для организации. Вот, смотрите, неоднократно говорилось во всех презентациях, что на сельской местности всегда есть несколько категорий, одна из которых, естественно, это, ну, гиды, да, то есть те люди, к которым едут специально просто, да, и люди, которые могут быть гидами, как может быть, и на время. Слушайте, у нас, мне кажется, любой житель, да, в хорошем смысле слова, может быть этим видом быть. Но уж тем более, если в сельской местности, да, чтобы это можно было сразу понять, надо просто здесь зарегистрироваться, да, то есть те люди, которые здесь регистрируются, к ним потом, соответственно, со всего мира начинают приезжать, их начинают искать. И, в принципе, опять же, история очень простая. Главное, здесь появиться. То есть, опять же, вопрос касается того, что, ну, для меня лично, да, там, экономика, да, или там, локальная экономика, или просто заработок, давайте я так скажу, на себе, да, это возможность, по сути, получить вот деньги сегодня. Да, то есть без каких-то долгих историй и, в принципе, на том, что уже существует. Вот технологии, да, и, ну, просто определенные действия с населением, понятно, да, там, предварительные, они как раз позволяют эту историю гораздо очень быстрее запустить. Я могу честно сказать, почему я сразу пошел на зарубежные платформы. Еще, наверное, самая большая такая история, хотя она сейчас меняется, там, два года назад, три года назад, вот сегодня был разговор о том, что теперь как поток туристов, да, направлять, вот туристы зарубежные, они-то как раз вот в поиске таких впечатлений находятся. Вот в этом ключе это как раз та самая аудитория, которая благодатная, то есть она прекрасно понимает, и знает, как себя вести, как приезжать нужно местным жителям, да, ну, то есть она уже это, ну, ты не говоришь, не первый год использует. И чеки у них выше, честно говоря, да, то есть они готовы заплатить гораздо больше, чем, ну, чем, чем местные жители, да. Ну, вот почему я подвожу. То есть тут вопрос вот здесь в том, что многие, например, да, когда мы начинали работать, с ними, знаете, ну, тоже такой формат есть, очень хороший, не знаю, с точки зрения, и сколько может быть тоже туризма, да, или предпринимательства, да, или семейного дела на себе. Но, кстати, вот по теме семейного дела. Рамиль, а можно вопрос? Давай, давай. Я задам, смотри. А вот ты сам пользуешься этими инструментами, да, соответственно, которые показываешь. Ну, я на маме все тестирую. Ну, и трафик, вот, ну, приходит к тебе действительно вот какое-то количество приезжает зарубежных гостей? Вообще, когда мы начали делать, вот я как раз подошел, спасибо за вопрос, кстати. Да, то есть, история такая, что, ну, как бы, мама-то у меня живет, потому что музки, в общем-то, да, и понятно, что многие инициативы какие-то, да, там, не только личного характера, но и в целом, как сельскому жителю мне близки. Значит, я сейчас по вопросу возвращаюсь. Начал я вообще вот эту историю, смотрите, вот, начал я историю развития территории, вот непосредственно с этого сайта. Значит, сайт МУФ – это сайт экологического волонтерства, потому что, вы знаете, какая история на, опять же, селе, то есть, люди живут одни, да, и в целом, если уж на то пошло, вот сегодня тоже прозвучала история, некоторые люди, в общем-то, и денег-то не хотят, да, заработать. То есть, нет такой задачи, и они об этом пока не говорят, потому что стесняются, да, ну, это мы понимаем. То есть, они, их основной мотив – не быть одним, одними, а приносить пользу, да? Ты понимаешь, да, они, нет, нет, они хотят жить в полноценной, нормальной качестве жизни, понимание того, что первично вот эта коммуникация, новая коммуникация, какая-то новая интересная коммуникация, и полезность, их полезность, да, то есть, мы же понимаем, что 50 плюс, да, преимущественно все-таки, да, и вот их полезность, как бы, чтобы они могли, они отдают с удовольствием. Интегрированы быть в общество, а не выброшены из него, да, по сути, все, я понял. Да, да, проблема как раз вот эта, и почему, кстати, опять же, вот эта история нас и натолкнула, а почему так происходит? И мы пошли глубже, и тогда мы уже поняли, что проблема-то вообще не в отсутствии предпринимателей или каких-то блоков, а самого вот этого сегмента некоммерческого, да, того, что тогда Нина Николаевна в Самаре тоже приезжала, фонд местных, то есть надо, в первую очередь, вот эту организовать активность, но просто делать ее внутри себя, да, просто жить какими-то там вечеринками, ну, не вечеринками, да, коллективными вечерами для себя, это не очень тоже, да, может быть правильно. Зачем? Можно, когда это дело, показать другим и с удовольствием не выезжать. Но я расскажу, значит, вот эта история произошла таким образом. Мама живет одна, многие живут одними, всегда идет переживание на предмет того, слушайте, ну, мы не всегда можем приехать, да, кто-то вообще, в принципе, живет один, а как помочь? И есть, естественно, на селе и в деревне, на сельское, ну, как бы, у многих, естественно, есть живности, да, кто-то хотел бы держать, но не получается по ряду причин, да. И первая история простая, вот на этом сайте, когда ты регистрируешься, ты говоришь, что надо сделать, то есть ты показываешь вот здесь, а как раз то, чтобы тебе могут приехать люди и тебе помочь, тебя поддержать, и просто с тобой пожить, да, просто в этом ключе даже вот, ну, я вот сейчас, ну, стараюсь какие-то найти, например, ну, тут надо зарегистрироваться, ну, то есть это опять же, видите, да, история мировая, пришедшая там к нам тоже, может быть, не совсем давно, но здесь все очень просто, то есть ты регистрируешься, и у тебя получается сразу начинаются звоночки, вот как раз когда ты говорить начал о том, что будут люди приезжать не будут, люди-то сразу реагировали еще до пандемии очень активно, да, и у меня-то мама как раз и изначально все-таки, очень долго, кстати, очень долго она к этому подходила, так это так вроде, да, то есть мы вроде, ну, говорим не столько там о том, что не проблема ее, как это называется, она не одна, не одинока, да, она просто хочет жить полноценной жизнью, интересно, и я нашел пример того, как люди ездят за рубеж с гостем, другим людям такого же возраста, знаете же, есть такая программа для студентов, называется work and travel, то есть когда студенты приезжают в другую страну и работают, да, вот на летней практике еще и зарабатывают при этом, какие-то суммы денечки, вот такое, по сути говоря, же примеры, прочитанные в Москву, очень часто выезжают вот в такие проекты, я прочитал это в Москве, и люди просто дают свои там квартиры, и уезжают, например, на такое время, и помогают здесь, ну, как раз вот, ну, понятно, для них это новый опыт, да, для них это новое впечатление, то есть, кстати, вопрос, опять же, можно таким же образом стимулировать жителей территорий выезжать, ну, то есть выезжать на другую территорию, надо тоже это понимать, да, когда вот здесь есть, поэтому здесь очень просто, первая, конечно, очередь, это когда приезжают люди и помогают, вот надо же понимать, да, что если даже вы будете заниматься тем же самым туризмом сельским, то почему бы вам на первом этапе не предусмотреть приезд вот такого типа волонтеров экологических, да, которые, живя с вами, помогут вам эту историю немножко, так сказать, ну, отработать, потому что здесь как раз вот, ну, люди приезжают с удовольствием и работают именно в первую очередь вот в домовладении, да, в частном секторе. Я, кстати, когда зарегистрировал маму, просто она говорит, да пусть просто приезжает, ради бога, пусть живут, меня администратор не пропустил, потому что он пишет, нужно обязательно указать работу, то есть обязательно указать, что нужно делать. То есть вот я к чему подвожу, что, коллеги, вот эта история, она дальше подбегает, и у нас есть пример в нашем районе, где так люди, да, начиная привлекать к себе волонтеров, дальше вышли на уровень именно туризма. Ну, то есть уже, когда волонтер, там, у тебя уже привычен к новым людям, то ты, получается, в принципе, можешь спокойно двигаться дальше, то есть ты уже отработал какой-то формат. И вот такими способами, я считаю, ну, в любом случае, во-первых, это надо рассматривать как одну из возможных, да, для себя. Понятно, что и те же самые зародки, впечатления, которые существуют на таких платформах, да, либо мы вот опять же говорим о том, что можно просто попробовать в разум таком-то формате воспротивания, да, вот на мой взгляд, это как раз тот самый, ну, не то чтобы первый шаг, да, а возможность вот эти свои личные там ощущения попробовать, да, может, не понравится, да. А вопрос, вот смотри, в моем случае ты, исходил из своей личной потребности, ну, вот, мотива и так далее, и так далее. Вот здесь коллеги, ну, собственно, из муниципалитетов, и вот им с чего тут начинать, то есть с того, чтобы ведь им необходимо это стимулировать, ведь на своей территории, я правильно понимаю? Да. Ну, смотрите, я просто почему как раз говорил, пока исходя из вот того личного опыта, который, в принципе, да, каждому попробовать можно, но ведь коллеги работающие, кстати, коллеги, работающие в администрациях или в муниципалитетах, или в отделах культуры, они являются одним из первых потребителей, или как это называется, людей, которые хотели бы это попробовать историю, да, потому что вот нечестно, у нас пока-пока так идет, да, что, конечно же, есть люди, которые живут на территории, но внутри вот этой там рабочей группы, да, очень много из отдела культуры, да, людей, которым интересны, мы те же самые жители, такая разница, да, то есть это, еще раз говорю, вот мы называем эту темой альтернативной занятий, да, когда можно встать на выходные. Вот я сейчас, смотрите, к чему, коллеги, да, потому что вы все-таки, мы предполагаем, вернее, решение проблем, и я просто комплексно тогда подхожу и подойду и покажу еще раз. Значит, покажу на примере нашего, нашего, ну, проекта, да, который мы сегодня тоже запустаем, но история очень понятная, да, то есть когда разговор идет с начинением, вот здесь идет в первую очередь, ну, акцент на факты, я и тогда это показывал, да, и сейчас, то есть есть история, которая, в принципе, очень трогает людей, когда вот мы даже разговаривали и вели переговоры, я использовал вот эти факты о том, что, ребят, ну, жители, да, то есть мы не получаем, ну, вот такую, ну, вот такую, как бы, такой сегмент, да, где у нас уже, видите, да, даже несмотря на какие-то, может быть, схемы развития, все равно идет убыль, да, и мы понимаем, что это, ну, причина того, что надо это останавливать, конечно, комплексно, да, понятно, что одним туризмом здесь не обойтись, но в любом случае понимаем вот эту проблему, да и люди сами говорят же об этом, понятно же, что многие все понимают об этом, оно как раз и все-таки изначально должно быть, давайте сначала как минимум об этом, ну, задумаемся, да, и вот и в прошлый раз мы говорили, и Артем тоже там после моего выступления еще раз отметил, что если мы людьми с населением, изначально их не выслушим, да, и не послушать им у них, да, ну, я имею в виду, да, не то что проблемы, да, не собрав их, в общем-то, да, и начав с ними вот этот человеческий разговор, куда нам надо двигаться, и начнет, то, ну, даже простые какие-то вещи, я уж не говоря, более сложные, да, в развитии там сельского туризма, они просто не пойдут, знаете, почему говорю, очень просто, вот, пример, опять же, я не знаю, как работало до этого, значит, ну, сейчас вижу некоторые вещи, как работает, как работает сегмент развития туризма в регионах, но могу сказать, что сверху, сверху, это история не работает, ну, никак она не работает, ну, по крайней мере, на нашей территории, то есть это бесполезная история, и понятно, почему, да, потому что, вот, сегодня тоже коллега упоминала, что люди должны, ну, не думать о бизнесе, да, они же о себе как-то, да, то есть они, непонятно эта история, да, для них эта история, как бы, никак с ними не совпадает, и почему мы, опять же, еще раз говорю, говорим о семье, то есть в нашем случае мы развиваем только семейную тематику, да, вот сейчас, мы делаем акцент на развитие семейного офиса, который будет поддерживать, да, эти же инициативы продолжительное время, да, мы берем этот пример, конечно, из-за рубежа, где вот это все это уже было пройдено, и сегодня очень активно развивается, и наша задача популяризировать, именно пиротик семейный, да, будем так говорить, о Кашей, кстати, это одна из сторон, семья и семейное дело, как, ну, в маркете говорят, да, как отличие, отличие, вот, если будут сравнивать между одинаковыми продуктами и услугами, да, того они, то семейный, ну, подход, продукт, услуга, она более будет востребована, ну, как бы, это имеется в виду, что так вот работает, да, в этой системе, вот, коллеги, значит, еще раз отмечу, для меня, ну, по крайней мере, в то время, как человек, который понимает, что в долгосрочную играть не получится, если бы я даже был бы на территории, если бы я был бы там внутри администрации, а я, кстати, был бы внутри администрации, допустим, я так с вами легко разговариваю, я вообще, заканчивая институт, в свое время, я писал дипломную работу по развитию непосредственных территорий, это, правда, молодежная была политика, я, опять, я работал в администрации в своем районе, и, по сути говоря, ну, для меня эта история очень понятна, да, единственная, и, ну, когда сегодня, опять же, с меня работают совместно, тут получается, и тут получается просто, да, что еще, знаете, какой есть момент, который нужно не пускать, обязательно нужно, как вот я в прошлый раз в том, это нужно делать симбиоз, то есть, вы возьмите, пожалуйста, вуз, вы возьмите, пожалуйста, бизнес, который так или иначе может быть подключен, к вашей истории, ну, например, в рамках какого-то проекта по развитию, по проекту на составе ответственности или цели и столь своей развития, ну, или просто, да, там сделайте, как бы, с кем-то из бизнесов, да, какое-то интересное событие, фестиваль, а в Coca-Cola очень активно эта история входит, еще раз. И вот тут как раз, ну, в первую очередь, вот этой командой можно уже как раз с усилением поработать, ну, потому что там еще должны быть такие коллеги, как Андрей, конечно, и как некоммерческие организации. Рамиля, у меня вот к тебе такой вопрос. Смотри, вот, по сути, вот кто является, ну, я не скажу лидером, но вот понятно, что это распределенное такое лидерство, но все-таки вот таким ключевым координатором этих проектах. Ты сказал, да, что администрация, ну, сложно, но вот все-таки, я помню, кстати, когда были у тебя, глава приходил район муниципального, да, вот, он участвовал в мероприятии, но вот в данном случае ты являешься как вот этим движком, координатором, все-таки как? Вот смотрите, там история понятна, что, конечно, человек быть все-таки, как это, ближе к народу, который, я бы так сказал, а кто этот ближе к народу, вот кто, да, Андрей, ты же вот сегодня на Facebook опубликовал пост про Китай, да? Ну, да, про Дмитрия, да, Юносова, глава. Да, да, ну, который, в принципе, да, если делает те вещи, о которых, ну, как бы мы говорим, что именно люди понимают и инициативу вокруг себя, да, как бы формируют, это одно, но я просто даже веду еще к тому, конечно, администрация, это всегда хорошо, но у администрации всегда есть много других задач. Да, и в этом ключе, конечно, лучше всего формировать отдельный, имеющийся взять какой-то проект на территории и вот прям, прям вот конкретно с ним двигаться, потому что либо это, ну, реально фонд местного сообщества, да, то, что Николай Самарин делает, да, либо это, конечно же, НКО по развитию там территории. Мне кажется, молодежь, которая только-только там еще вышедшая, да, там из Кингурии и которая осталась, она очень может эту историю очень классно обыграть. Ее не надо, главное, загонять в систему, вот, ни в коем случае, коллеги. То есть, мы все учимся, такой бы ни был бы у нас опыт, мы все получаем, какая-то, ну, там, на мой взгляд, сначала лидеры, конечно, это внешне, люди, а потом надо, конечно, развивать, каждую деревню будет. На самом деле, да, вот я тоже хочу прокомментировать, я говорю коллегам, если интересно, скину методичку, я ездил изучать опыт, как развиваются сельские территории, вот, ГЕС, и там, вот, программе Лидер было 30 лет, вот только на днях, 30 лет, обратите внимание, у меня есть методичка, адаптированная к России, и там изначально, действительно, в начале стимулирования местных жителей, примерно, там, около 10-12 встреч, это примерно, там, полгода, да, проходит, там, по 2 в месяц, и, соответственно, вот, после потихонечку передачи им, этих, ну, скажем, бразды правления, еще год отслеживается, они создают НКО, и обязательно, вот, в этом НКО есть представители, муниципалитета, обязательно бизнесы, обязательно гражданских активистов, их нахождение нормируется, ровно по треть голосов каждой стороны, да, вот тогда, ну, если интересно, я пришлю эти механизмы, как это работает, вот, в контексте, нашим, знаю, что в нескольких регионах это уже тестируется Россия, да. вы знаете, вот опять же, вот, говоря про тему предпринимательства, да, и в целом туризма, деревни, вот, мы, ну, вот, сейчас будем снова эту историю обыгрывать, тестировать, но проживание, да, в самих деревнях, и сегодня было сказано, да, на территориях, естественно, увеличивает вообще средний чуть, вообще, естественно, там влияет на очень много параметров, но с проживанием проблемы, да, на территории, то есть, есть люди, которые одни живут, и они готовы припечатать людей, мы, в принципе, и такие примеры, конечно, находили, и понятно, что мы понимали, что надо еще дополнительные делать истории, но, что мы увидели, и, возможно, как говорится, опять же, не знаю, по истечении некоторых лет, как будет работать, когда дома, которые пустуют, да, когда жители, которые уехали в город или даже на землю уезжают, они, естественно, как, являются хозяевами, есть те, кто уехал хозяев, есть те, кто не приезжает в дома, есть те, кто не имеет хозяев. Так вот, история, понятно, с одной стороны, простая, надо просто, чтобы эти дома, как раз, по сути говоря, и вывезли с домами в аренду, ну, то есть, чтобы люди, туристы, жили в этих домах. Значит, первый вопрос сразу возникает, ну, если что, да, там, даже нет проблем я готов знать, кто будет этим заниматься. Вот этим как раз и занимаются несколько людей, либо которые организовывают фонд местного сообщества, фактически это, как бы, такой дополнительный источник и заработка, но и в то же время развитие, да, если у них есть микроструктура. поэтому такая некая управляющая компания, либо лидер, да, на месте, который может эту историю помочь взять. Опять же, возникает резонный вопрос, когда он говорит, слышите, ну, а что это вдруг, если случится с этим же домом? Ну, в первую очередь, мы за безопасность, да, переживаем. Вот я вам просто пример скажу, что вот вы, когда зайдете на Airbnb, и увидите, в первую очередь, Airbnb создавалась изначально, как платформа для сдачи и аренды, да, то есть вот же ее. Там, кстати, можете забить свой населенный пункт и посмотреть при, соответственно, реализации вашего имущества, неважно, это комната, квартира, дом, может быть, дистоймом, такую сумму вы можете получить. Ну, там реально прямо есть счетчик, да, там прямо есть счетчик, который прямо вот это показывает. Так вот, коллеги, вот на этом сайте, соответственно, когда вы заводите туда свой дом, платформа с вами в неком смысле слова сразу подписывает соглашение. то есть вы официально застрахованы этой платформе. Если вдруг что-то случится по вине жителя, который здесь был зарегистрирован и который здесь вас нашел на ваш дом, я выписываю, как бы, да, не хочу говорить, на 1 миллион долларов. Ну, то есть вот 1 миллион долларов страховка на соответственно, имущество людей. Ну, то есть в этом плане я еще раз говорю, что здесь все эти моменты, которые... А не искушение ли это, собственно, вот, зарабатывать по советским жителям. Да, 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 можно ли, да. Ну, знаете как, это у нас, мне кажется, такой сразу возникает вопрос, вот, но в этом плане, ну, как это называется, самое главное сдать, ой, сдать, самое главное попробовать. Кстати, эта платформа сама по себе не только многие вопросы решает, она дает, ну, много-много интересного, походите, посмотрите. Еще раз говорю, вот вы начинаете сдавать свой долг, или сдавать, или сдается долг, вы такие, вот вы можете быть тем, кто сдает, а можете быть организатором, а вы можете здесь быть и набирать определенные баллы, а потом взять и поехать в другую какую-то страну, так же, как у вас есть свой рейтинг, и вы начинаете путешествовать, да, то есть, вот в чем как раз моя была заинтересованность, в том, чтобы люди просто, получив определенный опыт, интересный опыт, да, сразу же, вот, интересной масштабной, потом начали тоже с насижением не сбиваться, сниматься, ну, в смысле, не приезжать. Знаете почему? Опять очень просто, путешествия вообще для людей старшего возраста, ну, особенно за рубежом, это ключевой элемент, да, их, так сказать, пенсионного формата. И я, например, ну, сегодня тоже видел, и там вот про городских тоже было сказано, да, когда говорят про сельский туризм или говорят про природный туризм, да, там, экологический, там, ну, упоминается, в первую очередь, летний период, например, в контексте пенсионных туров, это можно сделать круглогодично. Почему? Потому что, в общем-то, ну, понятно, что летом жители уже дают, если, то зимой они свободны, а особенно на сельских территориях, там, где можно подлечиться, да, или можно какие-то новые навыки получить, эта история, мне кажется, играет просто на ура. так что коллеги обязательно, ну, смотреть, читать, да, изучать, такие вещи, ну, все в интернете ходят, очень можно, так что, ну, как бы, я просто почему, сделал, опять же, ставку сегодня в процессе общения, в процессе развития предпринимательства и развития туризма на технологиях, потому что вы это получаете, ну, вот, буквально, вот, зарегистрировки, да, пять минут, но обязательно возьмите, конечно, помостки того, если у вас что-то ну, а вот ты как все-таки предлагаешь вот коллегам, муниципальным служащим, им же нужно все-таки в кого-то втянуть в это, да, чтобы они свои, ну, непосредственно дома, там, ну, вот, действительно, или там свои мастер-классы, свои, ну, вот, фактически, Марина об этом говорила, да, вот, я тоже, вот, между нами сейчас как раз с тобой, как раз у меня Марина в окошечке, вот, вот, и тут действительно вот вопрос, как это ты, у тебя какие вот результаты уже вот от этого, можешь поделиться, например, и вот, и как ты муниципальный, чтобы начать посоветовать? Да, 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 я, я, я как это, буду откровенен, и понятно, что вся эта история, она почему сегодня длится, потому что эксперименты не закончили, да, как говорится. Первое, когда в девятнадцатом году я начал, соответственно, работать с администрацией, то, конечно, первая задача, да, которую мы говорили, понятно, да, это, естественно, решение задачи администрации, в администрации есть свои индикаторы, свои показатели, и один из индикаторов и показателей, который был в Татарстане, ну, мне кажется, сейчас он тоже есть в других муниципалитетах, это количество самозанятых, он эксперимент только в девятнадцатом году был, и мы сидим в администрации, значит, да, и такие вопросы стоят, вот, надо 300 самозанятых в районе, где их взять? Я такой, кипяет от Настана, да, вы же первые были в этом эксперименте по самозанятым, да, я помню. Да, да, ты понимаешь, и мы такие, как бы, в принципе, как взять-то, они говорят, а почему вы, ну, как бы думаете об этом с позиции предпринимательства и самозанятости? Кто такой самозанятый? Человек, который чем-то занятый, да, по-русски уже говорил. Я говорю, слушайте, ну, это же любой человек, любой житель, и почему, я говорю, не берете аналогию, которую там берется в городе, ну, по аналогии, да, человек там делает мастер-классы, да, и у репетиторов не занимается, это самозанятый. Человек сдает там квартиру, да, ну, там, у них там до 240 тысяч, это самозанятый. Я говорю, зачем придумывать виситет, когда, в принципе, просто нужно предложить людям это сделать? Там вопрос другой возникал, о чем еще налогу платить? Ну, на 4% ребят, вы еще не заработали, уже про налоги говорить. Но, второй-то вопрос пошел. А как получить это количество? Ну, как бы, вот как вот сделать 300 самозанятых до конца года? И вот тогда, кстати, был придуман формат, форум. Почему? Потому что мы как раз и хотели, когда мы эту историю стали летом обсуждать, я сказал, что смотрите, мы в декабре будем делать форум, который будет из года в год, он будет стимулирующий. А к этому времени мы научим людей и подготовим к приему гостей. Ну, соответственно, на форум должны приехать гости. У нас номерного фонда, как такового, особо много нет. И нам нужно, чтобы просто люди к этому моменту были уже подготовлены, соответственно, принимать у себя гостей. Вот с этого все и началось. Я помню, ты мне это рассказывал, когда на форум вот меня звал, и я тогда тебя не очень понимал на самом деле. Сейчас я вижу, что в этом действительно хороший смысл. И вот, может быть, я действительно даже найду и скину ссылочку в группу в Телеграме, вот как это было у Рамиля, когда это было в декабре 2019 года, и он собрал очень интересных людей со страны, и пришли, соответственно, жители на это. И мы, ну, собственно, в своем мастерство показывали, да? Вот так. Андрей, ты знаешь, еще самое главное, что мы, конечно, наш эксперимент привязали с одной стороны к администрациям. Сейчас объясню, в чем суть. Значит, мы такие, для того, чтобы еще сильнее стимулировать, мы на этот форум президента пригласить хотели. Сразу. У нас есть письма, и мы такие, уж точно мы себе мосты сожжем. Так как президент изъявит желание приехать, нам нужно будет просто разорваться, да, ну, сделать так, чтобы это было качественно. Но с приездом президента мы еще, конечно, объясню просто, почему должна была это стимулирование быть. Мы понимали, что нам нужны не жители местных, да, и не ближайших территорий, а приезжие, которые, ну, жители же домой уходят. Понятно, что они как бы пришли, ушли, а нам как раз и нужны были люди, которые приедут там на несколько дней. Понятно, что у нас там была задача там 200-300 человек нам сказать, зимой, куда, как, ну, я говорю, слушайте, ну, я сделаю. В итоге просто оказалось немножко другое, что, когда мы это обсуждать стали с администрацией, нам сказали, слушай, нам что-то страшно, а вдруг мы не сможем, может мы, ну, как-то, слушайте, все получится, все будет нормально. Андрей, и форумы шикарнейшие, да, да, а если бы мы сделали бы как мы хотели, еще и президент, да еще и мы бы в этот момент количество народа увеличили бы на приезд, да, который было бы в НЧП. Конечно, это правильно. Я тебе скажу, вот мы сейчас, когда 3-5 марта запустили окселератор в Бурятии, я очень настоял, и мне удалось, чтобы пришел первое лицо, да, глава республики, и тогда вот это, ну, уже муниципалитеты драйвило, да, и я сейчас делаю, чтобы вот действительно его расписание поставили вот в апреле, когда я полечу и буду, собственно, вот при нем, ну, мы будем вот эти работы смотреть. Это очень, ну, действительно, драйвит, и ты прав. Жалко, что не было Мениханова, действительно, обязательно. Вообще, самое главное, что ты приехал в третий день, а вот как раз кульминационный, когда, знаете, как интересно было, мы меняли 7 локаций за 3 дня. У нас первый день прилетела Катя, потом прилетели что, ребята, да, они вообще... Катя, за то ли ветер, да, речь идет, да, да, потом они даже улетали, потому что им так первый день уже понравилось, там, второй день пошел еще интереснее, и люди за нами начали ездить, понимаете? Я помню, ты рассказывал. с локацией в локацию, и глава с нами был все, конечно, дни, тогда он вот приступал, дал интервью, он говорит, я сам в шоке, потому что я никогда не думал, форумы это говорит такое, посиделки больше, а здесь и люди катаются, и нам интересно, и вот у Андрея была комбинация, собрались уже там дети, которые приехали из тех, из тех, из тех, из тех. и главы местных субтитров, и все эти деньги. Давай тогда поотвечаем на вопрос, ты же подкидешь эту презентацию, я перешлю, выключи демонстрацию, чтобы тебя было видно, или слайд с твоими контактами, а потом, ну, я, собственно, перешлю, да? Давай. Вот, коллеги, вот вопросы, пожалуйста, мы немножечко сейчас, да, затянули, прошу прощения, но вот действительно тема очень интересная, и Рамиль как раз пример, он и предприниматель, он и социальный предприниматель, да, и он очень хорошо интегрирует стейкхолд, ну, вот, заинтересованных сторон, и он действительно сейчас это показал на примере того, что он вот людей, развивающих территорию, экспертов собрал со страны, он, ну, собирался, жалко, что не пригласил президента, да, республики, Татарстан, вот, и тут действительно, чем вот тот мероприятие, которое Рамиль организовал в декабре 19-го, отличая от, где, собственно, был, тем, что действительно, оно дало отличный старт, это был такой детонатор, и собралось даже, ну, вот, насколько я понимаю, даже больше, чем, в общем-то, ожидалось людей, они действительно приверженность определенной территории, ну, вот, проявили, да, вот, действительно, перемещались, и действительно, если бы это, может быть, было, ну, то есть, странно, первый форум, делать три дня, ну, Рамиль это, на самом деле, сделал, вот, и здесь это ценно, и вот вам опыт Рамиля, как именно предпринимателя, который внутри, вот, движок, плюс действительно, ну, очень близко, и, собственно, интегрирован, похожая ситуация с Волоколамским, Федором, на самом деле, фактически, Рамиль муниципальный, общественный, проектный офис, да, по сути, точно так, ну, как Федор, кто открывал самый первый наш день, помните, вот, похожая ситуация, и здесь вот все те же нюансы есть, вот, Рамиль, три ключевых вопроса у меня к тебе, три ключевых фактора, действительно, успеха в начале для муниципалитета, что нужно сделать? Чтобы было, так уже, наверное, не повторением, но обязательно все-таки надо использовать, в первую очередь, в команде людей с разным, не только опытом, но и взглядом, то есть для меня, и тогда и сейчас, первое понятность того, во-первых, это, сейчас, секунду, сейчас, во-первых, конечно, это обложить, нет, не так, это привлечь все-таки представителей, занимающихся темой развития территории, ну, в более, в более длительном отношении, ну, к примеру, вот, да, вот не только делать проект с коллегами, например, да, с Андреем сейчас, но и как качество, советников, мы развиваем, я это говорю, как совет главы, который должен быть человек со стороны, в этот совет надо обязательно включать людей со стороны, естественно, побуждать, вот, здесь разными способами можно, но вот этот совет, то есть советники главы, да, и советники глав администрации, это первые люди, которые дадут другую точку зрения, например, куда и как, это первая история. вторая история, конечно же, нужно обязательно, рабочую такую группу, или, ну, людей, обязательно все-таки студентами, и вот, вузам обязательно, ну, комплектовать. вузы, вузы привлекать, вот, да, мы когда до Камска вузки еще, тогда еще, когда начали с вузами работать по развитию предпринимательства внутри вузов, мы сразу решили их развернуть на территорию с практикой, да, с ориентированной на развитие предпринимательства и навыков, и тогда мы этот проект назвали вуз как драйвер развития территории, а вот сейчас, и в прошлом году, когда меня попросили снова там в одном из вузов, да, в котором мы сейчас работаем, идем снова подключиться, вузы всей России зашли в проект, программа называется третья миссия университета, и это, вот эта третья миссия университета, это как раз, что это значит, что вуз должен выходить, и выходить на территорию, и работать с сообществами, работать с муниципалитетами, и работать, в общем-то, в хорошем смысле слова, знаете почему? Потому что, если вы сформируете эту команду, и сформируете, и дадите, вернее, им возможность на вашей территории реализовать что-то, что они потом возьмут в качестве, как практики, как научной работы, они многие, да, люди пишут, научной работы, в качестве вовлечения вот студентов в эту деятельность, но не только как волонтеров, так как бы, да, вот не об этом речь, а вот хотя бы тот же инактус, то реально вузу выгодна эта история сегодня, вам просто нужно подойти. И третья история, ну вот Андрей убрал, она сегодня говорит, не говорит, вернее, а я хотел показать, я вам спину потом стюку, я, к сожалению, могу констатировать следующее, что, сделав упор как фонд на гранты, либо только на работу с муниципалитетами, я себя утопил. Значит, нужно самое первое, что делать, все-таки, даже кто бы с вами не работал, в первую очередь, это найти таких людей, которые готовы с вами работать, но им надо заплатить, или их надо поддержать, если они готовы вам помогать в этом плане. Но второй момент, дать им возможность хотя бы реализовать собственные инициативы. То есть, это ты тем самым обезопасиваешь, дерифицируешь источники поддерживающих проект. да. Да, да, да. Я вот к тому, что, коллеги, лучше всего брать и смотреть на ребят, которые вышли с вашего региона, если вы сидите, или кого-то, либо предприниматель, которым это готов, вложиться, но главное, дать ему возможность все-таки, потому что две должны быть в хипостаси. Что-то ты где-то зарабатываешь, где-то ты тратишь, потому что все, что мы говорим, делаем, это мы тратим, потому что, да, работа с людьми, одно другое, либо это должно денег приносить, либо другое. Но так как я, естественно, через это прошел, выступил на всех регабли, что мы делаем теперь? Значит, первое, что мы говорим сразу всем дителям, которые запускаются, да, что проекты даже социальные должны быть финансизированы. Это первая история. Вторая история, что мы сразу к этому подключаем бизнес. Вот тут, кстати, бизнес может быть вашим, опять же, в качестве поддержки. Многие не используют. Я просто не скажу, кто бизнес, например, на вашей территории, но обычно либо градообразующие предприятия, которые так или иначе эти программы имеют. Крупный бизнес, а ты в этом смысле имеешь микро в виду бизнес прежде всего, правильно? Крупный бизнес, у которого есть такие программы, и главное, вот только, ну, как бы, вывести к ним ваше желание с этой программой совместиться. Все. Вот смотрите, например, Ростелеком. Ростелеком. Вот вы давайте у меня спросите, да, если или спрашиваете, слушайте, технология, это все классно, все здорово, но какой уровень знаний у нашего населения в качестве работы с технологией? Ну, вы же прекрасно скажете, что... То есть, им это интересно, чтобы действительно свою просветительскую работу как лидера рынка вести, они продолжают производство и программы. Если вы сейчас зайдете на сайт Ростелекома, у них есть специальный блок, называется устойчивое развитие, так вот, у них есть программа по формированию, батюшка, как ее, не финансовой грамотности, как она... Цифровой грамотности, цифровой грамотности. Цифровой грамотности, да, и специально по работе со старшим поколением, они прямо сделали книжку, они сделали проект. Коллаборации, которые ты создаешь, это очень ценно, потому что сейчас простых проектов, взял это, сделал это, не бывает. Это все-таки больше коллаборации, и такие цепочки создания ценностей получаются, да, по сути. Абсолютно. Вот. Вот. Правильно я понимаю, может, ты тоже скинешь ссылочку, вот у тебя сейчас, ну вот, у тебя же есть практика, по-моему, на смарт-теке оси, об этом, да, вот. И вот действительно, там все упаковано, да, там все расписано, непосредственно, вот хороший пример, тоже скини, я тоже перешлю коллегам, вот, вместе с твоей презентацией. Вот примерно так. Я тебя перебил, извини. Я поэтому, поэтому, коллеги, я хочу сказать, надеюсь, что вас не может, не так может быть учетно-то вашей инициативы. К сожалению, почему-то очень многое всегда министерствами, да, и, ну, субъектами воспринимается, как вот, в каком-то плане конкуренция, что ли, друг с другом. Мы когда тот же самый проектный офис даже внутри администрации и нашей экосистемы формировали, мы поняли, что люди даже между отделами департамента между собой не могут, ну, как бы, выстрелить. Есть такая проблема, да. И вот эту историю, конечно, очень важно заводить, потому что, ну, во-первых, межведомственное взаимодействие обязательно должно быть, представьте себе, туризм, это же что, экономика, это и культура, это и все, но это понятно, это вы лучше меня знаете. Другой вопрос, что, как я и говорил, надо с внешними очень сильно работать коллегами и привлекать, конечно, обязательно в этом ключе еще и, сейчас скажу это слово, так что забыл уже, не забыл, вернее, главный сброс. Ну, то есть, делайте большую информационную кампанию. Знаете почему? Потому что, все-таки, в любом случае надо понимать, что средства массоинформации, средства массоинформации, да, которые в этом ключе вот к нам приезжали, извести, к нам приезжали, те, они очень такие информационные поводы очень сильно любят. И эту историю надо... Правильный, правильно используют информационные поводы. Да. Нам просто нужно сейчас уже заканчивать. Коллеги, если вот есть какие-то еще вопросы к Рамиле, ну, ты сказал, что вот, ты уже стимулировал, люди тебе обращаются, пишут, спрашивают, да, вначале, когда ты начал говорить. Да, очень здорово. Еще раз, мы перешлем презентацию Рамиле, там вы можете задать вопросы, можете здесь писать, вот давайте еще, если есть один вопрос, мы вот, собственно, им тогда завершим. Марин, может, вы спросите? Какие, да, есть вопросы, пожалуйста. Я просто иногда думаю, что какие-то моменты могут быть новые, непонятные. Тут много нового, достаточно сложная презентация, и мне кажется, что здесь нужно вот по кусочкам, да, слона есть, мне кажется, что нужно посмотреть коллегам презентацию, они всегда зададут вопрос. Марин, да, пожалуйста. У меня вопросов нет, мне надо смотреть презентацию, еще раз видео, потому что действительно, я чувствую, что что-то есть, что-то очень крутое за этим, мне надо как бы постепенно этого слона съесть. Да, да, с удовольствием, Рамиль, прослушала и ту вашу встречу, и эту. Спасибо большое, я очень тоже рад, мне прямо радует, я стараться буду обязательно попутешествовать, и приезжать, так сказать. Да, еще, конечно, коллеги, знаете, обязательно, вот я резюмирую, есть такая хитрость, в хорошем смысле слова, но правильная, мы понимаем, что и стимулировать администрацию молодежь, вернее, население, как можно, да, и вовлекать в новые темы, мы решили пойти по теме по братинству, ну, то есть, там, где есть аналогичные территории, с аналогичными, схожими проблемами, да, с интересными, так или иначе, инициативами, надо просто их соединить, и как бы вы можете соединить необязательные территории только в России, да, вот мы там с Крымом, ой, мы вообще начинаем с зарубежными странами, в первую очередь, ну, как раз вот, когда начали с платформы, знаете как, на уровне администрации подписывается документ о взаимодействии, у нас просто есть пример с Германией, 25 лет у Лугликсуста, но не это меня побудило, а именно то, что, когда мы говорим о территориях, у многих есть вот эти проблематики, да, то вот выйти на диалог между администрациями, на постоянный, на между культурой, на между населением в качестве телемостов каких-то, да, таких интересных, вот не как сейчас, да, просто между жителями, когда они могут поговорить, это интереснее гораздо, но обязательно возьмите еще, чтобы кто-то был из-за рубежа, вот как только будет стимул какой-то, да, из-за рубежа, ну, например, мы там с турками начали, у нас там побережье такое красивое, помните, да, я показывал, оно связано так, из Болгарии начали работать вот до пандемии, попробуйте, а, кстати, ну, мы тоже будем рады, побратимся, так что, давай присылай, да, видишь, коллеги действительно посмотрят, вот, и зададут вопросы, мы, может быть, действительно, какой-то сделаем даже день, всех там, ну, вот, соберем, ну, действительно, экспертов, ты, кстати, тоже готов, вот, то, что я говорил Марине, выступить тоже, вот, с какой-то оценкой предлагаемых проектов, да, так, ну, я не волшебник, но учусь, если тебе будет удобно, добрые слова, хорошо, да, всегда добрые слова поддержки, всегда приглашаем, вот, хорошо, где вы есть в фейсбуке, или где у меня есть? Я есть везде, я есть везде, он есть в моей группе, я отмечу Рамилю и вас, Марин, и вас, и вы друг друга сейчас увидите, я пост сделаю о нашем сегодняшнем дне, и вы друг, вот, Татьяна, вас на Рамиле отмечу, все, вы друг друга найдете, обязательно сейчас, не волнуйтесь, вот, спасибо, я готов, коллеги, все к тем скинуть, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, да, в фейсбуке, да, группа развития территории, я там, собственно, вот, тоже публикую, вот это видео, сейчас там идет трансляция, и все тоже, вот, профили там отмечу, вот, коллеги, спасибо, до свидания, хороший вечер, всем доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова